Пасха Иудейская 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 И он, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у минувщиков рассыпал, а столы их опрокинув. Очистив храм от неподобающего содержания, Христос воскликнул, возьмите это отсюда и дома отца Манего не делайте домом торговли. Указанный евангельский сюжет — это фактически единственное проявление подобных эмоций со стороны Спасителя, который сам себя именует кротким и смиренным сердцем. Более ни в одном другом месте Господь не проявляет ни гнев, ни агрессию, ни негодование такого рода. Почему же Господь так поступает с торговцами в храме? Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над этим евангельским отрывком, пишет, «Христос не проявлял подобную строгость даже тогда, когда Его оскорбляли, поносили и даже распинали. Во всяких случаях Он просто молился Своему Небесному Отцу, прося Его о помиловании и вразумении Своих обидчиков. Но в храме Господь ведет Себя по-другому. Почему? Да потому, что впоследствии Он станет совершать чудеса исцелений в субботу и делать многое такое, что будет расценено иудейскими начальниками, как нарушение закона. И вот для того, чтобы Христа не посчитали все иудеи богопротивником, Он и показывает, что не может противиться Богу тот, кто ревнует о Его Святом Доме». После того, как Христос изгнал из храма торгующих, иудеи спросили Его, «Каким знаменем докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» Приведенные слова иудеев по замечанию святителя Кирилла Александрийского означали то, что торговля в храме проходила с одобрения иудейских первосвященников и старейшин. «И тот факт, что Господь и знал торгующих из храма, тем самым показывает и обнажает противостояние Христа начальникам иудейского народа. Спаситель ответил им, разрущи храм сей, и я в три дня воздвигну его». Данные слова были восприняты иудеями неправильно. Они думали, что Христос говорит о разрушении и воссоздании Иерусалимского храма. Христос же подразумевал нечто иное. Он говорил о храме своего тела. Ложенный феофилакт булгарский, толкуя указанный евангельский отрывок, отмечает, «Иудеи требуют от Христа доказательства того, что Он имеет власть идти против иудейских старейшин. И Господь доказывает им, что Он обладает такой властью». Ведь тот факт, что Господь Иисус Христос с силой собственного божества «Воскрес из мёртвых» лучше всего показывает, что Он не просто великий проповедник, но прежде всего Сам Бог, имеющий власть и на небе, и на земле. Именно поэтому святые отцы всегда отмечали, что если мы не верим в воскресение, значит, мы не верим и в Бога. И наоборот, если мы не верим в Бога, мы никогда не поверим и в истину воскресения. А потому, если мы надеемся унаследовать жизнь с Богом в Его небесном царстве, мы обязательно должны верить и надеяться на то, что, как Сам Господь воскрес из мёртвых, точно так же и мы воскреснем с Ним Его царствие вечного блаженства, которому никогда не будет конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok